Итак, мы сейчас посмотрим, как мы заполняем таблицу сопровождения таким образом, чтобы она была более аккуратной. Некоторые строчки у нас уже заполнены, некоторые строчки еще содержат старые записи, которые выходят за клеточки, занимают много места и так далее. Итак, что мы делаем? Ну, например, смотрим вот эту запись Малякова Марии Анатольевны. То есть в январе мы с ней созванивались, она сказала, что у нее пока нет времени и ей пока не надо мне звонить, написать. Вот, я так и написала. И вот, чтобы эта запись поместилась полностью в одну клеточку и никуда не выходила, мы делаем таким образом. И так, да, вторую запись я убираю. Дальше. На эту клеточку выделяю эту клеточку, выделяю ее. Дальше нажимаю на правую кнопку мыши. У нас выходит вот операция, которую можно сделать. Мы выбираем здесь операцию «Вставить комментарий». И здесь уже понятно, да, кто вставляет комментарий. И я пишу. Пока нет времени. Времени. Красиво не беспокоить. Ну, понятно, что я и отсылаю смс-ки периодически, да, то есть держу в курсе, но специально с ними не сождаю. Итак, комментировать. Итак, вот у нас запись закрепилась. Видите, да, в правом верхнем углу этого прямоугольника желтый треугольничек. Вот если наводить теперь на этот желтый треугольничек, у нас выходит, кто делал запись и какую именно запись. Ну, и для того, чтобы было понятно, когда мы в последний раз с этим человеком созванивались, прямо в этой клеточке, как обычно, мы вписываем дату. То есть здесь у нас 28 февраля 2017 года. Все. Писали. Сохранили. Теперь вся запись поместилась в одну клеточку в виде комментария, а все остальные клеточки уже освободились. Вот. Вот таким образом. То есть если вот так заполнять, то таблица сопровождения, да, вот видно здесь уже, выглядит более аккуратной и понятно. Ну, в общем-то, все комментарии здесь у нас есть. Видите, можно даже просто наводить курсор, и уже выходят все комментарии. Все.